МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Упускников этих направлений учатся или уже работают в престижных заведениях по всей стране. Одна из выпускниц Дарья Сотникова уже год учится в Московском музыкальном училище имени Гнесиных. Играет на балалайке. Говорит, этому она обязана музыкальной школе и своей семье. Официально я начала учиться, как и все, в 7 лет. Но в музыкальной школе преподает моя бабушка Селина Галина Ивановна. Поэтому балалайку она мне дала в 9 месяцев. Конечно же, любимый преподаватель – это Галина Ивановна Селина. Ну и, в принципе, мне нравились все преподаватели по всем дисциплинам. В школе девушка принимала участие во всевозможных конкурсах. Один из них проходил как раз в музыкальном училище имени Гнесиных. Там меня заметил профессор, у которого сейчас я учусь. И позже мы с ним начали заниматься. После поступления на родную Орловскую сцену Дарья возвращалась уже три раза. Это не редкость. 17 других выпускников и вовсе стали сотрудниками музыкальной школы имени Прокофьева. Всего на концерте представили 26 номеров. Были среди них и вокальные. Кстати, в название концерта запрятали целых два смысла. Мы хотели придать сказочность нашему мероприятию. Это первое. А второе, самое главное, основное, почему бал Золушки, потому что Сергей Сергеевич Прокофьев, который его имя носит наша школа, написал балет Золушка. А уже на май 2024-го запланировано следующее юбилейное мероприятие. Мастер-класс с профессором консерватории имени Гнесиных Михаилом Имханинским. Евзовет Юкович, Андрей Борискин, телеканал Первый областный.